Привет! Вы на канале Django School, и это первый урок из курса по программированию. И давайте разберемся, что такое программирование. Программирование – это процесс создания компьютерных программ. Основывается оно на использовании языков программирования, на которых записывается исходный текст программы. Отложим википедию в сторону и разберемся, что такое программирование простым языком. Программа – это инструкция для компьютера, какую последовательность действий ему нужно выполнять. Эту инструкцию пишет программист, используя какой-либо язык программирования. Чтобы написать такую инструкцию, мы используем алгоритмы. Алгоритм – это некая последовательность действий. К примеру, сейчас мы можем с вами построить такой алгоритм. Ну, к примеру, алгоритм открытия двери. Мы подходим с вами к двери, протягиваем руку, поворачиваем ручку влево. Если дверь закрыта, мы должны достать ключ, вставить в замок, повернуть ключ, повернуть ручку, открыть дверь, потянуть на себя, выйти, потянуть дверь на себя, закрыть дверь. Для того, чтобы записать алгоритмы, мы можем с вами использовать языки программирования, псевдокод и блок схемы. Что такое блок схемы и более подробно об алгоритмах, мы поговорим с вами в следующем уроке. Сейчас давайте разберемся, что такое псевдокод, как его записывать и зачем он нам нужен. Написать псевдокод мы можем на любом языке. То есть, это не обязательно должен быть язык программирования. К примеру, только что мы с вами проговорили алгоритм открытия двери и, в принципе, мы можем его записать псевдокодом. Давайте посмотрим, как бы это выглядело. Потянуть руку к ручке, провернуть ручку влево, если дверь закрыта, достать ключ, ставить замок, повернуть ключ, достать ключ. Если дверь не закрыта, то потянуть на себя, сделать шаг, повернуться, потянуть дверь на себя. Давайте составим еще один алгоритм. К примеру, когда мы с вами умываемся и чистим зубы. Взять зубную щетку, пополоскать ее, взять тюбик зубной пасты, открыть его, выдавить зубную пасту на щетку, закрыть тюбик, движением лево и вправо начать чистить зубы, продолжить чистить зубы движением вверх-вниз, помыть щетку, положить щетку и тюбик на место. То есть, по сути, составление программ это описание алгоритмов на языке программирования. Мы рассказываем компьютеру, как ему обрабатывать информацию и какую последовательность действий делать. В данном курсе мы будем с вами использовать язык программирования питон. А вот как бы выглядела блок-схема нашего алгоритма открытия дверей. Для практики, домашним заданием вам будет составить алгоритм и псевдокод для того действия, когда вы делаете чай или кофе. Вторым заданием вам будет составить также алгоритм и псевдокод для того, когда вы идете на учебу или на работу. Также подумайте о тех действиях, которые вы выполняете единоразово или циклично. В следующем уроке мы с вами более подробно разберем, как составлять алгоритмы, как записывать блок-схемы и зачем они нам нужны. Продолжение следует... Продолжение следует...